По рекомендации Роспотребнадзора в целях безопасности все избирательные участки Волгограда оснащены средствами дезинфекции, приборами замеры температуры. Каждый пункт голосования будет дезинфицироваться несколько раз в день. Члены избирательных комиссий в течение всех семи дней будут работать в специальных средствах защиты, которые уже доставлены для использования в этот день. Всем жителям региона отправлено приглашение на голосование с информацией о нескольких вариантах участия. Голосование на участке, хочу это подчеркнуть особо, будет проходить в традиционном порядке. То есть по большому счету эта процедура, кроме того, что мы делаем ее более удобной и комфортной для избирателей, определяя период голосования не один день, а семь, она будет традиционной. То есть избирателю необходимо будет взять с собой паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Член комиссии обязательно при выдаче бюллетени удостоверится в личности избирателя. Единственное, он будет делать, скорее всего, это бесконтактно, то есть без того, чтобы брать в руки паспорт, он просто попросит его развернуть, показать соответствующую страницу. Гражданин распишется в списке избирателей за то, что он бюллетень получил. Единственное, у него он будет делать специально индивидуальные ручки, которые ему будут при входе. На портале госуслуг с начала июня принято несколько десятков тысяч заявлений от жителей региона, которые будут голосовать не по месту прописки. На территории нескольких предприятий региона по их заявлениям голосование будет организовано в рабочее и нерабочее время, там, где одновременно находится более ста человек. А в отдаленные поселения Волгоградской области члены избиркомов поедут сами, чтобы люди не нарушали режим самоизоляции и не подвергали себя риску во время поездок. Ежедневно, начиная с 25 июня, мы будем обнародовать и публиковать информацию о количестве граждан, принявших участие в голосовании. То есть каждый день в течение всего периода с 25 по 30, то есть вплоть до последнего дня голосования, мы будем каждый день по окончанию времени голосования подводить итоги в части явки и вам сообщать, публиковать информацию. Что касается медицинских работников, которые вынуждены работать посменно, то в течение 7 дней они смогут проголосовать на своем участке либо по месту жительства. В социальных же учреждениях, где введен карантин, голосование тоже пройдет, но урны с бюллетенями, которые им будут доставлять отдельно, пройдут свой определенный карантин. В опечатанном виде они до вскрытия будут находиться несколько дней в специально отведенном месте. В подготовке и проведении общероссийского голосования в Волгоградской области будет работать 46 территориальных избирательных комиссий, а также почти полторы тысячи участковых комиссий, в том числе образованных в местах временного пребывания участников голосования. Голосование на дому будет проходить до 17 часов 1 июля. Кстати, каждый участник голосования может лично или через иных лиц подать заявление в своей участковой комиссии о голосовании на дому. Сегодня поступило более 47 тысяч заявок о голосовании на дому от жителей региона. Параллельно с голосованием за поправки Конституции России состоится выбор регионального времени. Два года назад жители Волгоградской области уже проголосовали за введение местного времени. Эта тема возникла в 2014 году, когда решением президента было отменено так называемое сезонное время, и мы остановились на зимнем времени. И вот с этого времени, с 2014 года, стал обсуждаться активно данный вопрос о нахождении области в той или иной часовой зоне. К нам в областную думу поступали сотни тысяч обращений, под 200 тысяч, с тем, чтобы мы установили местное волгоградское время. И тогда по инициативе общественной палаты в 2018 году был организован и проведен референдум. 12 марта этого года было принято постановление областной думы о создании оргкомитета по голосованию об изменении местного времени. В него вошли руководители партийных фракций, члены общественной палаты региона, а также общественники и представители муниципальной власти. Оргкомитет организует голосование с 25 июня по 1 июля включительно. Это голосование упрощено и пройдет как опрос. Человек, пребывающий на избирательный участок после того, как он проголосовал за поправки в Конституцию, подходит либо в другое помещение, либо в отдельное место, показывает свой паспорт о том, что он достиг 18 лет и проживает на территории Волгоградской области. На основании этого ему выдается бюллетень, где тоже очень понятные вопросы. Вот я позволю себе прочитать, коллеги. Вопрос звучит так. Какую часовую зону вы считаете предпочтительной на территории Волгоградской области? И два варианта ответов. Вторую часовую зону, московское время. И другой вариант. Третью часовую зону, время, установленную на территории Волгоградской области в настоящее время. Так, поставив галочку в одно из строк за местное или московское время, мы решим раз и навсегда переводить стрелки или оставить как есть. Татьяна Крючкова, Станислав Кушман, телеканал Волгоград-1.